Конопля Как это и было, сто лет назад. Не переживайте, крамола не топит за легалайсы, вопрос здесь не в теории заговора, а самый что ни на есть в практике заговора. Давайте разбираться. Начнем с того, что нужно разделить промышленную коноплю и коноплю, из которой можно получить марихуану. Разница существенная. Промышленная, она же техническая конопля, содержит до полутора процентов психоактивного вещества. Другая же наркотическая от 4 до 20 и выше процентов. Курить техническую коноплю все равно, что курить листья подсолнечника. Посевы такой конопли на территории стран Европейского Союза даже не охраняются, так как они не интересуют наркоманов. Сорт Института лобиных культур ЮСО-31 уже 26 лет выращивается не только в странах СНГ, но и в ЕС, Канаде, Австралии, Китае. Содержание психоактивного вещества в растениях этого сорта составляет всего 0,06%. А предельно допустимое содержание в конопле по законам разных стран таково. Украина – 0,15%, Россия – 0,1%, страны ЕС – 0,2%, Канада – 0,3%. А в конце 2009 года в Украине были зарегистрированы два сорта промышленной конопли с нулевым содержанием психоактивного вещества. Ну хорошо, скажет кто-то, эти доли процентов все равно можно довести до 100. Однако такое извлечение настолько дорогостоящее, химически опасное и трудоемко, что теряет всякий смысл. А скрывать плантации и марихуаны в полях промышленной конопли тоже не получится. Процессы культивирования разные, и периоды сбора технической конопли не совпадают со временем сбора марихуаны. Единственный здравый вывод – одновременный запрет на марихуану и легализация промышленной конопли. Но осторожный зритель снова может сказать, что это усложнит работу правоохранительных органов по борьбе с наркотиками. Мировой опыт показывает обратное. В странах, где промышленная конопля уже культивируется как сельскохозяйственная культура, нет никаких проблем. Весь контроль со стороны государства заключается в отслеживании уровня того самого тетрагидроконобинола в листьях растущей конопли. Организовать этот контроль очень просто. Кстати, техническая конопля получена не методами генной инженерии, а селекцией. И прежде чем перейти к выгодоприобретателям всемирного заговора против самого полезного для человека растения, отметим несколько главных применений. Во-первых, уникальные текстильные возможности. Конопляное волокно отличается крепостью, стойкостью против гниения при длительном пребывании в воде, и поэтому издавна служило лучшим материалом для канатов, веревок, рыболовных снастей, мешков, брезента, холста и парусины. Само английское слово canvas, парусина, холст происходит от голландского слова конопля. Конопляное волокно в 10 раз прочнее хлопка и может использоваться в производстве всех типов одежды. Притом изготовленная из конопли ткань гораздо полезнее для кожи, чем пропитанный химикатами хлопок, который собирается в наши дни при помощи химии. 25 пестицидных душей и листья опадают сами. Да и не только для сбора, но и выращивают хлопок с огромным количеством пестицидов. 50% всей химии в США распыляется на хлопок. Плюс к этому хлопок растет только в теплом климате и требует огромных затрат воды. К конопле требуется не так много влаги, растет она в общем-то где угодно, не говоря уже о том, что в 3-4 раза превосходит хлопок по урожайности. Еще одно качество, которое делает коноплю особенно привлекательной, это темпы ее роста. За 110 дней растение достигает высоту 2-3 метров, что позволяет получать по нескольку урожаев за один сезон. Конопля – лучшее сырье для бумажного производства. Конопляная бумага не требует от белки хлора. Метанул из конопли – хорошее автомобильное горючее, сейчас его используют для гоночных машин. Другой способ получать горючее – использовать масло семян. Некоторые дизельные двигатели могут работать на чистом конопляном масле. Конопляный биопластик еще в 1930 году Генри Форд сделал из него корпус для автомобиля, который, кстати, работал на конопляном топливе. Конопля упоминается почти во всех известных медицинских книгах прошлых веков, но это тема другого выпуска. Но как же так получилось? Почему такое незаменимое растение сейчас имеет славу только как наркотическое? История этого вопроса достойна отдельного описания. Итак, хронология вопроса. В США в 18 веке выращивание конопли было обязательным. С 1763 по 1769 годы за отказ от выращивания этой культуры даже можно было угодить в тюрьму. До начала 19 века в США коноплей разрешалось платить налоги. К концу 19 века главным экспортером конопли в мире оказалась Российская империя. 40% производства пеньки в Европе приходилось на Россию. Можно смело утверждать, что на конопле держалось благосостояние целого государства. Как еще называют нашу страну, Русь пасконная, а между прочим пасконь – ткань из конопли. СССР также рассматривала коноплю как одну из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы в 1936 году – 680 тысяч гектар – составляли немного немало 4 пятых всей мировой площади под коноплей. А партийными решениями на самом высоком уровне за посевы конопли на усадебных, приусадебных и пойменных угодьях крестьянам предоставлялись специальные льготы и преимущества. Статус конопли как главной сельскохозяйственной культуры в СССР был увековечен в 1954 году в знаменитом фонтане «Дружба народов» на ВДНХ в Москве. Значок «Мастер коноплеводства» – это не мем, сделанный в фотошопе ради прикола, а реальный артефакт тех лет. А словосочетание «коноплеуборочный комбайн» тогда не вызывало глупого хихиканья. Однако уже в 1961 году СССР ратифицирует Конвенцию ООН о наркотических средствах, согласно которой конопля наряду с героином объявлена опасным наркотикам, не имеющим никакой практической ценности, и которые предписываются всячески уничтожать. Что же случилось? Отмотаем немного назад и снова вернемся в Америку. В 1916 году парламент США высказал мнение, что к 1940 году вся бумажная продукция будет делаться из пинки, поэтому вырубки деревьев больше не потребуется, ведь один гектар конопли по продуктивности эквивалентен четырем гектарам леса. Такая новость не могла понравиться денежным мешкам, разбогатевшим на вырубке лесов и производстве бумаги из древесины. Но были и куда более могущественные силы. В то время наследники Дюпонов запатентовали ряд производственных процессов, знаменующих приход на сцену и зарождение эры ископаемых источников энергии. На годовом отчете председатель призвал акционеров, о которых чуть позже, инвестировать в новое подразделение, нефтехимию, вседоступные средства. Синтетические материалы, такие как пластмасс, целлофан, слулоид, метанол, нейлон, вискозы решили производить из нефти, газа и прочих углеводородов. Индустриализация в сельском хозяйстве и инновации в деле производства конопли разрушила бы львиную долю более 80% бизнеса Дюпон. А теперь акционеры. В эти годы некий Эндрю Миллон становится секретарем государственного казначейства и основным инвестором компании Дюпон. Но этот непростой человек был еще владельцем шестого крупнейшего банка страны и крупнейший акционер Гульф Оилл, которая в свою очередь была одной из семи сестер, конгломерата нефтяных компаний, державших львиную долю мировых запасов нефти. Эндрю Миллон назначает своего племянника Гарри Анслингера на пост главы Федерального бюро по наркотикам и опасным препаратам. Известно, что этой кучкой финансовых магнатов были проведены ряд конфиденциальных встреч. К преступной группировке подключили американского медиамагната Уильяма Херста, который закупал бумагу для своей газету Дюпона, добывающего целлюлозу из древесины и тоже вложился своими деньгами в дюпоновские предприятия. Вместе они организовали черную пиар-компанию, формально против марихуаны, но по факту против конопляных конкурентов. Ее основным тезисом было то, что использование конопли – основная наркотическая проблема, и что марихуана вызывала у людей крайние проявления насилия. Олигархам удалось провести в Конгрессе США закон о налоге на марихуану. Этот закон запрещал даже медицинское применение марихуаны, а коноприпромышленников он вынуждал платить такие немыслимые налоги, что они просто закрыли свои убыточные предприятия. Далее упомянутый Гарри Анслингер, глава Федерального бюро США по борьбе с наркотиками, надев маску оголтелого догматика и расиста объявил коноплю оружием коммунистов и сделал все, чтобы народы мира приняли запрет на выращивание этой культуры, причем всех разновидностей, в том числе промышленной конопли. Сейчас модно называть такое влияние лоббированием, но если говорить прямо, то несколько богатых заговорщиков закулисно запретили всему миру использовать одно из главных и полезных растений на планете. Итак, 30 марта 1961 года. В Нью-Йорке большинство государств участников ООН подписали единую конвенцию о наркотических веществах, которая в частности предписывала установить строжайший контроль над выращиванием опасных наркосодержащих растений, опийного мака, коки и каннабиса. Кстати, что интересно, конопля, будучи универсальным лечебным средством, была включена в список наркотиков, не имеющих медицинского применения, в отличие от опиатов, которые до сих пор широко применяются в медицине. Но все же в последнее время, когда незыблемость мира, построенного на нефти, все-таки пошатнулась, есть надежда, что у конопли будет второе рождение. Спрос на всяческие изделия из конопли увеличил пассивные площади в Европе, быстро растет количество магазинов, продающих одежду и другие товары из конопли. В некоторых странах легализовали коноплю как лекарство. В России реализуется и заявлено несколько проектов по выращиванию этого растения и строительству заводов по его переработке. Наиболее амбициозные в Курганской области. Здесь будут высеяны 100 тысяч гектар технической конопли, которые затем пройдут глубокую переработку в нано- и микроцеллюлозу, биоразлагаемую PET-тару, бумагу, текстиль, особо прочные композиты и другие экологически безопасные продукты. Всего же из технической и наркотической конопли можно изготовить до 25 тысяч видов продукции. А можно вообще ничего из нее не делать, просто посадить на загрязненные земли и конопля высосят оттуда тяжелые металлы, причем ни цинк, ни свинец, росту конопли не помешают. В Германии, где земли, выведенные из сельскохозяйственного производства, занимают до 15% от общего земельного фонда, фермеры получают дотацию от государства на возделывание там конопли. Разумеется, без наркотической. Вот такая не очень веселая история, друзья. В очередной раз нефтяные магнаты, мягко говоря, навязывали свои решения всему миру, а говоря жестко, нагнули и посадили весь мир на нефтяную синтетическую иглу. Что думаете по этому поводу? Посмотрим, что вы напишите в комментариях. Благодарим за оценку видео и до скорых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok